Все-таки завтрак мой любимый прием пищи. Мяишенка с сосиской, огурчик, помидорка. Тут я намазала хлебец с сыром и с маслом и кофе с кокосовым маслом. Приятного мне аппетита! Всем приветики, всем отличного дня, хорошего настроения. У нас идет дождь. Дождь не идет уже почти две недели. И еще по прогнозу погода две недели будет идти. Отвела вонюшу в садик. Холодно на улице. 5 градусов. Я вообще давно не помню, чтобы в мае было 5 градусов. Это просто вообще какая-то жесть. Видите по моей куртке, как я промокла. И я не помню, чтобы я в конце мая носила теплую куртку. В общем, вообще капец. Сейчас я поеду на маникюр. Василиса сегодня учится во вторую смену, так как у них в школе экзамены. Ну, у девятых один классов, получается, проводятся экзамены. Поэтому они учатся во вторую смену. В общем-то, килила. Но погода, конечно, вообще жесть. Вот это май! Я, если честно, давно не помню спуткового холодного и дождливого мая. Вообще не помню. Не то, что давно, а вообще не помню больше. В детстве, когда я была маленькая, не была такая погода. Но сейчас, конечно, капец. С лужи, дождь. Дождь идёт уже почти две недели. И ещё столько же он будет идти. Все дела. Приехала я на маникюр. Так вот у меня уже отросли ногти. Один ногти у меня полностью отломался, отошёл. В общем, пойду переделывать. Не знаю, что делать. Вроде как лето. Но что-то летних цветов пока не хочется. В общем, не знаю. Сделала я маникюр. Такой вот зелёненький. На улице опять идёт дождь. Холодно. Думала, что-нибудь поярче сделаю. Но так как, по ходу, лето не предвидится. Так вот так. Но красиво мне нравится. У меня собралось немного вещей, которые нужно погладить. Глажу я не каждый день. Точнее, я не все вещи глажу. Глажу только те, которые мнутся. Это в основном платья, рубашки, кое-какие футболки. А все остальные вещи, в принципе, я не глажу. Поэтому я собираю какое-то количество вещей и потом всё одним разом быстренько проглаживаю. Обычно я глажу где-то раз в неделю или раз в два-три дня. Ну вот эти вещи у меня собрались за четыре дня. В принципе, их немного. Я уже практически заканчиваю. Немного моих вещей, немного детских. В детской комнате опять бардак. Всё везде валяется, кровати не заправлены. У вани валяются лего, карандаши рассыпанные. Опять грязное окно. В общем, пока дети в садике, в школе, займусь уборкой в их комнате. Ну что, глаза боятся, а руки делают. Моя самая нелюбимая комната для уборки, это детская. Не потому что я не люблю убираться в детской, а потому что здесь приходится убираться чаще всего. Ну, это дети, никуда не денешься. В общем, я, как обычно, помыла окно. Как я уже говорила, окно в детской я мою почти каждый раз, когда убираюсь, то есть несколько раз в неделю, потому что дети постоянно залеждают на окно и постоянно его трогают грязными руками. Я вообще не люблю грязные окна. Протерла у детей подоконник. Теперь всё убираю со стола. Как обычно, нужно стол помыть. Стол я мою гелем-белизной, отмываю все ручки, фломастеры. Оно простой тряпочкой не отмывается, а гель-белизна, всё отлично. Отешает. И стол опять как новенький. Также дети немного нарисовали на подоконнике, но всё легко и просто отмывается. Протираю стол несколько раз и готово. На столе и подоконнике чисто. Теперь нужно заправить детские кроватки. Заправляю Василесину кроватку. Расставляю их игрушечки, с которыми они спят. Скажите, а у вас здесь были игрушки, с которыми вы спали? У меня были. Я тоже спала с мишкой. Теперь заправляю Ванину кроватку. У него также, как и у Василисы, есть игрушки, с которыми он спит. И теперь осталась самая жесть. Это игрушки, которые раскидал Иван. Ну, как обычно, я всё разбираю по трём коробочкам, в двух коробочках. У Вани лежат всякие герои, всякие морозки, там, Человеки-пауки и всякие, там, тянущиеся уродцы. Всё, как он любит. И огромная коробка лего. Машинки я убираю, потому что он с ними практически не играет. Он их постоянно доставит. Я их убираю, они у меня лежат на балконе. Но он периодически до них достаёт. Но это лучше, чем если бы они лежали тут в комнате. Он бы просто... Их постоянно доставало, они бы просто валялись на полу. В общем, я собрала всё с пола, собралась весь мусор, убралась у Ванюши на столе. И ура, моя уборка завершена. Я поехала к бабушке. Она попросила свозить её в магазин. Ну, там ей что-то, какие-то продукты надо купить. В общем, то, что ей тяжело не носить, чтобы я её на машине свозила. В общем, я поехала. Сейчас нужно ещё заехать забрать подушки, которые нам шили в подарок при покупке кровати. То есть, когда мы покупали кровать, нам сказали, что нам сошьют две декоративные подушки в подарок. В общем, бесплатно. Сейчас поеду забирать их. Приехала к бабушке. У неё тут курочки. Как красиво у бабушки цветёт яблонька. Столько там пчёл жужжат, опыляют. Какая красота. А запах такой от яблони прям. Наконец-то у нас на улице тепло. Ну, правда, по прогнозу, так будет не всегда. Скорее всего, уже вечером опять будет дождь. И всю следующую неделю тоже, по прогнозу, дождь. Сегодня только один день такой тёплый. Ну, пока тепло, буду греться на солнышке. Я забрала подушечки. Вот такие красивые розовенькие. Почему-то цвет не передаётся. Сейчас отключу вспышку. Ну, такие нежно-розовые. Да, на камере они немного не такие. В общем, нам эти две декоративных подушечки сделали в подарок. Я изначально, если честно, кровать хотела такого цвета. Но потом передумали и сделала белую. Ну, а теперь у меня есть розовые подушки. Я же вам не показала. Я сделала перестановку в комнате. Кстати, у нас новые подушечки. Это те самые подушки, которые нам подарили при покупке кровати. В общем, я всё переставила. Ну, кроме кровати. Теперь комната выглядит вот так. Тут у меня стоит комод. Тут вешалка с вещами. А тут стол. Ну, почему-то я решил, что сейчас так будет лучше. Я, кстати, очень люблю всё переставлять. Вообще обожаю это делать. Ну, в общем, сейчас вот так. Теперь вот тут у меня свободное место. Ещё я думаю, всё-таки мне надо ещё раз перекрасить стол. Ну, пока мне нравится, как получилось. У меня сегодня вот такой обед. Гречка, куриная котлетка и овощи. Приятного мне аппетита. Как красиво тут цветёт яблони. Какая красота. Вот это красивые у вас цветочки тут. Да? Как цветы называются? Нарциссы. Нарциссы? Да. А вон те красненькие. Тюльпаны. 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 Мы немного погуляли после садика школы. Просто чистота Ивана говорит сама за себя. А Василиса вся мокрая. Ну, Копыш, покажи. Прекрасно, прекрасно. И штаны чистые. Всё чистое. Какая красота. Сходили в магазин. Купили немножко продуктов. Рассказывай, Вань, что купили? Бургеры. Булочки для бургеров, да? Крабоса. Хлеб. Макабоны, макабоны. Что это? Что это? Помидоры. Авокадо. Кабачок. Кабачок, огурцы. Он много. Что это? Что это? Волтогрянь. Питьевой йогурт. Огуша. Огуша. Хлебокочки. Хлоплия. И морковь. Всё? Да. Молодец. Давай посмотрим, сколько у нас получилось. Это чек. Это чек. У нас всё это вышло на 1350 рублей. Ещё нам дали... Что нам дали? Закрепыши. Что за цепыши? Как они называются? Вот такие у нас попались приколыши. Вот это мой. Альпака, вискос и собачка. Мы с тобой побегаем. Ну-ка, покажи собачку. Это корги? Да. Королевский корги. И вот такая вот альпака, светоотражающая. Это Василиси. А Ваня собачка. А у тебя вискос. А у меня вискос. Вот такие вот вообще бесполезные штуки, конечно. Но ничего. Ну, можно их куда-нибудь прикрепить. Ну да. Вот так вот.